Так, теперь на большие лепестки нам нужно приклеить литоны. Вот я уже сделала это с пятью парами лепестков. Теперь я покажу, как я это делала. То есть вот мы раздваиваем два лепестка. Теперь смотрите, когда они у нас были двойные, один лепесток у нас был на правую сторону, другой на левую. Поэтому второй лепесток мы переворачиваем на правую сторону и теперь промазываем литон клеем. Немножко его вот таким образом. Сгибаем, смазываем клеем двух сторон. Прикладываем в основание первый лепесток. И сразу же берем второй, соединяем его по основанию и подклеиваем первому. Теперь нам надо подождать немножко, чтобы два лепестка у нас соединились. Вот кончики немножко придерживаем. И вот таким образом мы подклеиваем все литоны ко всем нашим большим лепесткам. Вот так, как у меня здесь получилось. Теперь делаем подклейку на наши листья. Для этого работаем на стекле. Берем клей у меня Henkel Moment Super PVA D3. На поверхность стекла наносим клей. Размазываем наш клей зубной щеточкой. Берем наш лист уже с подклеенным литоном. Промакиваем его клеем. Берем кусочек уже прокрашенного аксельциора. И наш листик по косой подклеиваем таким образом аксельциору. Выделяем проживочку. Даем нашему листику подсохнуть. После чего мы его будем вырезать вместе с подклейкой. Вот так выглядит наш листик с обратной стороны. Так мы подклеиваем все листья. Прежде чем собрать весь наш цветок воедино, мы его еще должны немножко подготовить. То есть маленькие лепесточки мы склеиваем по 4 штуки со сдвигом вправо. Где-то сдвиг примерно 2,5-3 мм. Вот сюда. То есть у нас маленьких лепесточков у нас получается вот таких четверных 3. Что касается средних лепестков, мы их делаем 4 штуки. И у нас еще 2 лепесточка остается. Вот так. Сейчас я вам покажу, как это я делала. Просто я разделила наши лепесточки пополам. И вот эти лепестки, которые у нас получились на левой стороне, мы проклеиваем клеем, подклеиваем, делаем их с небольшим сдвигом. Склеиваем вместе опять же со сдвигом. Вот таким образом мы готовим четверные лепестки. Вот у нас получилось 3 четверных лепестка маленьких, 4 средних с половиной, 4 с половиной, и еще 6 вот таких двойных больших. Что касается нашей серединки, я ее немножко увеличила. То есть немножко сделала вот здесь вот, накрутила у основания ее. И далее литончик прокрутила. Вот теперь к литончику мы будем собирать все наши лепестки. Прежде чем их собирать, мы их намазываем все 3 клеем. Я буду в этом случае использовать клей Кристалл Момент. Если это натуральная ткань. И если вы используете, допустим, японскую, то ни в коем случае этот клей не используйте. Просто вот в данном случае это достаточно плотный материал. И вот такой клей будет использовать удобнее для сборки. Это тот клей, который мы используем, когда мы делаем цветы из кожи. Итак, первую часть мы накладываем вот так и в основание серединки. И приклеиваем вот так, прям вот сильно обкручивая серединку. Это будет наш первый слой. Таким образом он выглядит. Вот лепесточки, которые у нас немножко отогнулись, их можно еще чуточку вот так подклеить. Вот. И придержать, чтобы они у нас хорошенько влеились. Вот так приклеиваются первые 4 лепестка. То есть первый четверной лепесток. Теперь берем следующие лепестки и приклеиваем их где-то вот на середине. Вот заклеенного вот так подкладываем. Следующий четвертый лепесток и обворачиваем его на боку. Опять же ждем, пока здесь все подсохнет. Теперь берем третью часть и вот примерно вот так накладываем третью часть наших лепестков. Четвертый. И подклеиваем их. Вот здесь последний лепесток у меня открытый. Я его таким образом закрываю. Вот все маленькие лепестки мы собрали. И вот теперь как у нас выглядит наш цветок. наш цветочек выглядит уже как такой вот бутончик. Таким же образом нам нужно будет приклеить и средние лепестки. Пока положим наш вот этот маленький бутончик сушиться и подготовим оставшиеся наши лепестки. Я их просто беру и немножко клеим. Подклеиваем. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-к Теперь на середине этих лепестков накладываем второй, четвертой, далее третий и четвертый. И вот здесь маленькая такая остается, как будто что-то надо тут закрыть. Как раз эти два лепестка у нас закроют вот эту часть. Вот так у нас выглядит цветок, когда мы собрали воедино маленькие и средние лепестки. Теперь нам нужно собрать оставшиеся вот эти шесть больших. То есть сделать нашу розочку более открытой. Мы берем ее основание каждого лепесточка вот здесь вот. Вот таким образом промазываем их клеем. Буквально только основание. Теперь мы собираем все большие лепестки вместе. Сначала вот так к основанию их подводим. Надо их все расположить. Шесть штук прямо вот одинаково вокруг. Три. Четыре. И последний лепесток шестой. Вот так у нас будет выглядеть. Теперь основание немножко закрутим. Тем самым, соединив полностью все лепестки воедино, теперь нам останется только расправить все наши лепестки. Так как мы желаем видеть их в нашей розе. Так и в принципе вот наша розочка готова. Ее можно в общем то выгнуть и в обратную сторону. Вот так вот лепесточки выгнуть. Так даже будет интересно, то есть второй лепесток, который находится под лепесточком, нижний, мы можем немножечко повернуть. Вот. И вот таким образом у нас может быть собрана роза. Верхние лепестки мы тоже можем немножко сделать более раскрытыми. И вот таким образом у нас собираются наши розы. Теперь нужно собрать листья для нашей розы. Теперь будем обрабатывать листья. В результате у нас должны получиться вот такие листочки. Так они выглядят с правой стороны, так они выглядят с левой стороны. Как мы это делаем? Мы берем наш лист, переворачиваем его на левую сторону. Вот это сторона подклейка эксельциор. Мы берем наш ультатонкий нож. Он у меня уже разогретый. И начиная прямо вот с краешку, идем к серединке, к литончику. И вот по литону проходим со всеми изгибами сюда к основанию. Вот так. Так выглядит наш листик с правой стороны. Вот с такой прожилкой. Теперь обрабатываем правую сторону. То есть идем по краешку и к серединке. Опять краешку и выгибаемся к серединке. Зубчик берем один. И проводим, доводим его до середины. Следующий зубчик ставим на зубчик. И проходим к серединке. И краешек, последний зубчик, выходим сюда к основанию. Вот так у нас обработалась одна сторона нашего листика. Здесь вот широкая часть. Можно здесь вот ее немножко уменьшить. И сделать еще одну прожилочку. Вот так она будет выглядеть. Вот так. Теперь берем вторую часть. И то же самое обрабатываем все на второй части. Смотрите, какое расстояние вы планируете. Что можно сделать эти прожилки почаще. Так. Листик получится более объемным. Вот. Последнюю закнули. Переворачиваем на правую сторону. И где-то от серединки нашего листа еще попрожил. Где-то какие-то прожилочки еще сделать с правой стороны. Но, опять же, я считаю, что лучше здесь вот эту сторону еще немножечко пройтись. Все-таки по левой стороне. Вот так. И вот таким образом у нас будет выглядеть наш листик. Так мы обрабатываем полностью все наши листики. Чем они объемнее, чем вот такие более объемными будут, тем интереснее получится наша работа. Теперь я покажу, как я делала серединку нашей розы. Вот в данном случае вот эту маленькую серединку. Берем кусочек ткани. В нашем случае это атлас стретч длиной 10 см и шириной 3 см. Складываем ее вот лицевая. Складываем вот так, чтобы лицевая была на нас смотрела. Вдвое. Берем кусочек проволоки. Ну, длиной где-то... Сейчас скажу, сколько у меня вот это. Где-то сантиметров 20, да? Да, ровно 20 см. Вот. Отгибаем пополам. И вот так помещаю между нашей проволочкой. Примерно отступаем где-то сантиметр от края. И вот по этой проволочке вот так сгибаем... Сгибаем нашу ленту. Вот наша проволочка. Теперь... вот всю ленточку вот так вот надо закрутить. Немножко закрутили. Сразу берем клей. Клей. Клеем зафиксировали. Вот так. Теперь уберем нашу ленту и чуть-чуть вот так вот... загнули где-то на пару миллиметров и прокручиваем еще. Теперь берем ее, загибаем в другую сторону. Еще прокручиваем. Теперь берем, загибаем в обратную сторону. Еще прокручиваем. Опять в другую сторону вот так. То есть постоянно вот так вот. Подкручиваем. И... Здесь главное хорошо зафиксировать. И стараться, чтобы наша серединка была одинаковой высоты. Вот. Чтобы краешки вот ее все были на одинаковой высоте. Вот примерно вот так. Теперь мы берем... Нам надо, чтобы она все хорошо высохла. Берем... Отрезаем кусочек гофробумаги. Немножко смазываем опять клеем. Основание. И фиксируем. Основание. Основание. Вот так вот. Гофробумагой. И еще старайтесь вот здесь вот основание сделать... Основание сделать более таким объемным. Потому что именно к нему мы будем подклеивать наши лепестки. И вот эта вот часть должна быть достаточно такой толстой. Каким образом здесь вот завернете маленькие лепесточки... В принципе все равно. Главное, чтобы они получились красивыми. А здесь уже берем обычный клей ПВА. Вот так. Немножечко его смазываем в проволочку. И далее обматываем полностью весь стебелек. Вот таким образом мы с вами сделали вот такую серединку для нашей розы. Такие серединки можно сделать для любых роз. Их можно делать как больше, так и меньше. И в данном случае вот она здесь вот у нас довольно хорошо подошла под нашу вот такую вот розочку. Теперь будем собирать листья. Листья. Листья у нас собирается примерно вот в такую веточку из трех листиков. Делать это очень просто. Мы берем опять же проволочку побольше. Берем все наши листики, которые мы сделали. Но у меня здесь вот четыре. Я думаю четыре мне не надо. Вполне подойдет. Подойдут вот три листика. Один вот можно отложить. То есть один мы накладываем вверх. Два другие у нас идут вниз. То есть можно в принципе их вот так вот три вместе собрать. В этом месте. Так как у них маленькие проволочки. Мы еще подкладываем проволоку подлиннее. Вот так ее сгибаем. То есть нам нужно удлинить сам стебелек у веточки с листиками. Примерно вот так. Вот так они у меня три листика вместе. Теперь мы берем гофробумагу. Берем клей. Клеем смазываем весь стебелек. И приматываем нашу гофробумагу. Здесь после того как мы примотаем гофробумагу. Очень хорошо после этого приклеить, примотать шелковую ленту. Если вы делаете цветок из натурального шелка. Естественно это должна быть только натуральная шелковая лента. И если нет этой ленты можно кусочек эксельциора покрасить в цвет. И таким образом обмотать наш стебелек. В моем случае он виден не будет. И он у меня будет спрятан за шляпу. Поэтому я его... Мне вот не суть важно какого даже он цвета. Но он у меня все равно под розовую. Розовый роза. Розовый розовый литончик. Вот можно немножко его даже затенить желтым. Цветом. Вот сейчас я его немножко... Вот так прокрашу желтым. Он высохнет и будет... И будет больше соответствовать нашим листьям. Вот таким образом мы с вами собрали две веточки наших листьев. Теперь мы должны эти веточки соединить с нашей розой. Вот наша розочка. Вот ее обратная сторона. Берем кусочек ваты. Берем... Переворачиваем нашу розочку на обратную сторону. Промазываем кусочек ваты клеем. Это у меня ПВА Хенкель 3D. Подкладываем нашу ватку к основанию. И обматываем основание ватой. Вот что получилось. Теперь берем наш... Наш чешелистик. Вот он у нас здесь. Вот это место чуточку прорезаем. Буквально, вот видите, где-то миллиметра три-четыре. Берем клей. Берем клей. Промазываем клей. Каждый лепесток где-то примерно на одну треть. Вот здесь вот у основания. Первый лепесток, второй, третий, четвертый и пятый. Все хорошо размазываем. И подкладываем к нашему основанию. Вот таким образом, чтобы закрыть основание вот там, где начинается нос. Видите? Вот это ватное утолщение. Аккуратненько расправляем все. Вот что у меня получилось. Видите? Вот. Теперь, чтобы это все хорошо закрепилось, можно взять проволоку и проволочкой. Вот так здесь вот у основания. Вот так аккуратненько обкрутить это основание. Там, где ватная срединочка и лепесточки, лепестки розы прилегают друг к другу. Вот. Расправим все лепестки чешелистика. Вот. Вот так. Это мы временно закрепили. Когда у нас все высохнет, эту проволочку мы потом снимем. В данном случае она у нас вот. Вот так она выглядит. Вот. Здесь уже можно листики расправлять как хочешь. Они у нас на проволоке. Вот. Теперь берем наши веточки с листьями. И мы подкладываем их вот таким образом где-то. Чтобы их соединить вместе вот здесь. Примерно. Вот здесь, в месте, где начинается стебель. Вот так. Посмотрим, как это будет выглядеть с правой стороны. С правой стороны это должно быть примерно вот так. Вот. Можно их немножко спустить вот так вниз. Вот так, наверное, больше мне нравится. И теперь просто берем и вот это место. Сейчас, секунду. Еще раз подправлю. Посмотрю. Да. Вот так. И вот это место смазываем клеем. Смазываем стебелек клеем. Берем гофробумагу и обклеиваем, начиная от основания стебелька. Полностью проклеиваем весь стебелек до конца. В данном случае мне нужен такой высоти. Я его беру вот так и подстригаю как мне надо. Закрываете верхушечку вот здесь, чтобы она все была закрыта. Вот так и подстригаем. Обрезаем. Обрываем бумагу. Далее смазываем ее клеем. Это еще не все. Теперь полностью вот этот стебелек мы должны обмотать шелковой лентой под цвет вот нашего чашелистика. Или под цвет эксельциора. Если вот остался кусочек эксельциора, в данном случае у меня он остался, я сейчас возьму и вот этот вот стебелек еще обверну эксельциором. И в принципе вот у меня в данном случае работа с розой уже закончена. Больше мне никаких креплений не надо. Если вам нужны крепления, то естественно делайте в зависимости от того, для чего вы эту розу делаете. Вот такая красивая розочка у нас с вами в данный момент получилась. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Кононникова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok